МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Успешно завершился вегетационный сезон. В этом году Большой Алматинский канал имени Дынмухамеда Кунаева обеспечил водой хозяйство сразу четырех районов. Молодежная сборная Казахстана по боксу достигла выдающегося успеха на чемпионате мира, который прошел в Будве, Черногория. Наши спортсмены завоевали шесть золотых медалей и заняли первое место в командном зачете. На радость жителям дачного массива. В селе Уректе, расположенного неподалеку от города Ессык, введена в эксплуатацию новая школа на 1500 мест. Объект образования возведен за счет частного инвестора. Торжественное открытие среднеобразовательного учреждения посетила наша съемочная группа. Подробнее в сюжете. В селе Уректе, вокруг которого расположены порядка семи дачных массивов, до сегодняшнего дня не было ни одного очага образования. К тому же в этих населенных пунктах наблюдается быстрый рост численности населения. И в общей сложности более тысячи детей посещали школы соседних сел и райцентра. И вот теперь здесь в свои двери открыло совершенно новое трехэтажное инновационное образовательное учреждение Алтынадам на 1500 мест, которое, по мнению специалистов, поспособствует уменьшению количества трехсменного обучения в регионе. В соседней средней школе села Арахат обучается 1700 детей. Благодаря открытию этой школы сюда перешли порядка 500 учащихся. Кроме того, в новой школе будут обучаться дети из близлежащих населенных пунктов. Всего на сегодня в это среднеобразовательное учреждение перешли 780 детей. Это значит, что проблема трехсменного обучения в городе Иссе нашла свое решение. Представители молодого поколения являются преемниками бесценного достояния и продолжителями благих дел, направленных на дальнейшее процветание страны. Под этой эгидой на сегодня реализуется и президентская программа по строительству тысячу школ до 2025 года. И в целях поддержки этой доброй инициативы компания Capital Contractions выделила более 5,5 миллиардов тенге на строительство новой инновационной школы. Мы построили первую школу на 1500 мест в селе Ашабулак Ильского района. Сегодня там учатся 2700 детей. И вот мы открываем вторую школу. Сейчас мы работаем в тесном взаимодействии с Акиматом Алматинской области. В ближайшее время мы планируем начать строительство еще двух школ в Талгарском и Ильисском районах. В инновационной школе Алтынадам на сегодняшний день учатся почти 800 детей. Несмотря на то, что название является частным, ученикам предоставляется бесплатное образование. Новый объект полностью оборудован. Созданы все условия для качественного образования и воспитания учащихся. У нас очень качественная материальная база. Имеются специально оборудованные лаборатории, кабинет робототехники, современная библиотека, курсы английского языка. Учащиеся получают бесплатное образование. К тому же бесплатно работают для детей различные секции и кружки. Также предусмотрено бесплатное питание для детей из социально уязвимых групп населения. «Наши дети обучали в школах соседних сёл. И тогда руководство района организовали специальный автобус, который осуществлял перевозку наших детей. Вот сегодня открывается новая школа в нашем селе. Благодарим всех. Желаем нашим детям в будущем стать достойными гражданами нашей страны». Стоит отметить, что в Венбекши-Казахском районе в рамках национального проекта «Комфортная школа» ведётся строительство ещё четырёх среднеобразовательных объектов на 300 мест в селе Харажота, на 900 ученических мест в селе Сатай и на 600 мест в сёлах Аш-Шесай и Алмалы. С 1 января 2024 года декларация формы 250 представляется руководителями, учредителями, юридических лиц, индивидуальными предпринимателями, а также их супругами. Об этом напомнили сотрудники Департамента государственных доходов Алматинской области. По первому, второму и третьему этапу Алматинской области обязуются подать декларацию по 250 и 270 формам более 360 тысяч человек. Они должны были сделать это не позднее 15 сентября текущего года. Однако на данный момент сдали декларацию чуть более 85% от общего числа. Специалист также отметил, что задолженность по налогам физических лиц региона составила более 2 миллиардов 800 миллионов тенге. Наибольшая задолженность по транспортному налогу зафиксирована в трёх районах, а именно в Карасайском, Толгарском и Вилийском районах. В регионе имеются также порядка 30 тысяч граждан, которые имеют льготы и освобождены от уплаты налога на имущество. При задержке оплаты налогов мы выдаём этим лицам предупреждение. После того, как предупреждение доставлено, в течение 45 календарных дней или 30 рабочих дней, в случае неоплаты им выдаётся налоговый приказ. Даже если после этого погашение налоговой задолженности не производится, мы обращаемся к судоисполнителям. Они блокируют счета задолжников, ограничивают их возможность продать движимое и недвижимое имущество, а также другие ценные вещи. И если задолженность превышает 40 месячных расчётных показателей, то выдаётся уже запрет на выезд за пределы страны. Что касается задолженности по транспортным налогам, там возможно, что автомобиль заберут на штрафстоянку. С начала года объём промышленного производства в Алматинской области увеличился на 5% по сравнению с прошлым годом. Это создаёт благоприятные условия для трудящихся. При этом особое внимание уделяется технике безопасности. Наш корреспондент посетил один из промышленных объектов региона. Подробности в следующем сюжете. Наталья Анюковская, сотрудница компании «Голдмен и Янг», работает на заводе уже 12 лет. Она начинала с упаковки и распределения продукции, а сейчас занимает должность старшего мастера по контролю качества. Мать двоих детей. Наталья рассказывает, что работа здесь требует особого внимания к технике безопасности. Работники обеспечены всем необходимым защитным оборудованием – перчатками, очками, головными уборами и специальной одеждой. Соблюдение санитарных норм – один из главных приоритетов компании. Моя задача в том, чтобы с утра дать людям задания на варке, чтобы они там свою работу делали здесь на производстве, свою работу делали по фасовке, проверять, чтобы все задания были выполнены, чтобы план сделали к концу рабочего дня, чтобы никаких срывов не было. Доля компании на отечественном рынке бытовой химии составляет 80%, выпускает более 50 видов продукции и самостоятельно производит пластиковую тару для упаковки. Основанное в 2004 году предприятие первым делом открыло исследовательскую лабораторию, которая стала базой для дальнейшего развития. Мы получаем тех заданий от наших торговых представителей, от наших дистрибьюторов, собираем, смотрим, что сейчас на рынке вообще есть, весь мировой опыт. Мы смотрим не на локальные компании, а на большие бренды, на американские, японские, европейские. Затем собираем сырье. У нас есть очень большие контакты как с сырьевыми компаниями, глобальными большими. БСФ, Клориант – это одни из крупнейших компаний вообще в мире, кто занимается химией сырьевой. Мы с ними контактируем с их отделом разработок. После этого мы собираем здесь рецептуры. Для этого у нас мешалки, весы есть. Половина сотрудников компании – жители Карасайского района. Многие из них работают здесь с момента основания. Руководство компании делает ставку на молодых специалистов, кто помогает оперативно решать кадровые вопросы в случае отпуска или других обстоятельств. Как правильно найти своего сотрудника – это правильно составить профиль. Мы составляем профиль, потом у нас есть агентство, которое для нас подбирает. Но после подбора у нас люди не уходят. Уходят зачастую в декрет, еще раз повторюсь. Но некоторые уже четвертый раз возвращаются с декрета. Реально. У нас очень много и молодых, и пенсионного возраста. У нас, знаете, компания, когда образовалась, есть люди, тут 80% они с того времени. На заводе внедрена система контроля качества продукции, называемая светофор. Поступившему сырью присваивается желтая наклейка до проверки документации сроков годности. Если сырье соответствует требованиям, его маркируют зеленой наклейкой и отправляют в лабораторию. При обнаружении нарушений используется красная метка, и сырье возвращается к поставщику. Объем перевозок грузов автотранспортом по сравнению с прошлым годом возрос на 3,7%. Рост количества пассажироперевозок также увеличился на 3,2%. Однако нужно не забывать, что безопасное и своевременное движение поездов обеспечивают железнодорожники. Несмотря на время суток, они проверяют тысячи вагонов в каждой из линий, дабы предотвратить технические неисправности. Следующий сюжет посвящен труженикам железных дорог. Труд работников железнодорожной отрасли весьма нелегкий. Они не только занимаются погрузкой, разгрузкой, приемом грузов и посылок, а также следят за документацией каждого багажа его правильной логистикой. Один из опытных специалистов, проработавших в этой сфере почти 40 лет, Галия Картеганова. Свою карьеру она начала еще в далеком 1985 году. «Мы принимаем вагоны. До того, как вагон не достигнет места назначения, он полностью опломбирован. Мы переживаем о том, чтобы пломба нечаянно не сорвалась по дороге в назначенный пункт. Они ведь проезжают 3-5 тысяч километров. И каждый раз я переживаю, чтобы вагоны, которые я приняла, благополучно добрались до нужного места». Работа тружеников железнодорожной отрасли схожа с военной. Дисциплина и порядок в каждом процессе, особенно эти качества, требуются в работе Панарбека Ажимова. Дежурный железнодорожного вокзала начал трудовую деятельность в 1995 году. Каждую свою смену он курирует все оперативные и технические процессы на посту. Следит за маршрутом поезда и занимается их приемом и отправкой. Через нашу железную станцию проходят 8 пассажирских поездов. Есть два пригородных поезда, есть и транзитные поезда. У нас маневровая работа. Мы должны вовремя передавать прибывший груз, выпускать и обслуживать освободившиеся вагоны. Среди работников немало опытных специалистов, посвятивших половину своей жизни железнодорожной отрасли. Они – пример для молодых специалистов. Начальник поста весьма лестно отзывается о своем коллективе. Скоро 40 лет Хагалия Картайганова работает в этой сфере. Она работала на различных должностях. Сейчас в ее ответственности прием и отправка грузов. А Панарбек Ажимов трудится на станции уже более 30 лет. Обоих можно считать ветеранами отрасли. Это одни из самых заслуженных наших работников. Специалисты железной дороги, рассказывая о своей работе, отметили, что она весьма интересна. Им не верится, что не за горами и заслуженный отдых. В Алматинской области успешно завершился вегетационный сезон. В этом году Большой Алматинский канал имени Дмухамеда Хунаева обеспечил водохозяйство сразу четырех районов. Уже начата подготовка к следующему сезону. В этом году фермеры Ембекши-Казахского, Толгарского, Ильисского и Жамбульского районов не испытывали нехватки воды. В водохранилище Бартугай, питающем Большой Алматинский канал, собрано 1 миллиард 345 миллионов кубометров воды. А в Куртинском водохранилище около 180 миллионов кубометров. Благодаря этому удалось оросить более 50 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий. В этом году орошено 51 тысячи 100 гектаров земли. На сегодняшний день 22 хозяйства используют капельное орошение, что охватывает более 4 тысяч гектаров. Этот метод позволяет не только экономить воду, но и повышать урожайность за счет равномерного распределения влаги. В рамках подготовки канала к следующему сезону ведутся ремонтные и очистительные работы. Специалисты компании КАССУШАР устраняют недостатки канала в сотрудничестве с фермерами. В вегетационный период более 100 сотрудников следили за уровнем воды и регулировали тарифы. КАСГИДРОВОДХОЗ в 2020 году в водохранилище Бартугай провели многофакторное обследование и дали нам заключение. Это позволило улучшить работу. В текущем году они проводят детальный анализ работы Куртинского водохранилища. Сейчас мы ждем результаты. В будущем планируется усовершенствовать техническое состояние ирригационных и дренажных систем филиала. В том числе намечена установка водоизмерительных приборов и расширение штата сотрудников, что поможет повысить эффективность водоснабжения. В Австралии наблюдается тревожная тенденция. Опросы и исследования показывают, что количество людей, употребляющих наркотики, стало превышать число любителей алкогольных напитков. В одном из шотландских зоопарков произошло долгожданное событие. На свет появился карликовый бегемот, вид находящихся под угрозой исчезновения. Подробнее о зарубежных новостях расскажет наш корреспондент. По данным местного австралийского издания, недавние исследования показали, что каннабис остается самым популярным нелегальным наркотиком в стране. Интересно, что его потребление в сельских и удаленных районах в два раза выше, чем в городах. В то же время показатели потребления кокаина и алкоголя снизились по сравнению с прошлым годом. А вот уровень потребления кетамина достиг рекорда. Эти данные были получены в рамках исследования, проведенного комиссией по уголовной разведке Австралии, которая опубликовала отчет о мониторинге наркотиков в сточных водах. Согласно результатам исследования, которое охватывает примерно половину населения страны, в крупных городах и сельских регионах наблюдается использование 12 различных видов наркотиков. Интересно, что алкоголь и никотин по-прежнему остаются наиболее распространенными веществами в регионах, хотя их потребление сократилось, особенно в городах. Согласно последним данным, за июнь уровень потребления спиртного в столицах достиг рекордно низких показателей. В Одинбургском зоопарке радостное событие. На свет появился детеныш карликового бегемота, вида, находящегося под угрозой исчезновения. Это событие вызвало волну восторга и надежды среди защитников природы, поскольку популяция этих редких животных в дикой природе стремительно сокращается. Согласно данным Международного союза охраны природы, в естественных условиях на сегодня насчитывается всего 2500 особей. Их родными землями являются болота и леса Западной Африки, особенно Либерии. Малышка, которая родилась 30 октября, является дочерью пары карликовых бегемотов Отто и Глории. Они воспитывают другого детеныша Амару, которая была рождена в 2021 году. Но в прошлом году была переведена в лондонский зоопарк в рамках европейской программы «Разведение исчезающих видов». Новый детеныш также будет частью этой программы, направленной на сохранение и восстановление популяции карликовых бегемотов в зоопарках по всей Европе. Карина Закриева по материалам интернет-ресурсов. Молодежная сборная Казахстана по боксу достигла выдающегося успеха на чемпионате мира, который прошел в Будве. Черногория. Наши спортсмены завоевали шесть золотых медалей и заняли первое место в командном зачете. О триумфальных победах и встрече чемпионов в аэропорту Алматы в репортаже нашего корреспондента. Сегодня утром в аэропорту Алматы царила праздничная атмосфера. Молодые казахстанские мастера кожаные перчатки вдохновили всю страну, подтвердив высокий уровень отечественной школы бокса. Казахстанская сборная обошла сильные команды из России и Узбекистана, завоевав первое место в общем зачете. Чемпионат мира был напряженным. Сильные команды Узбекистан, Китай, Россия боролись за лидерство. Наши тренеры проделали великолепную работу и казахстанские спортсмены вырвали первое место. Одну из шести золотых медалей для области ЖИЦУ принесла Аружан Зейналаева, став чемпионкой весовой категории до 81 килограмма и оправдав надежды земляков. Ещё одну золотую медаль завоевала Ельнор Турганова из Ембекши-Казахского района Алматинской области, представлявшая Алматы весовой категории до 50 килограмм. Я бронзовый призёр чемпионата Азии 2022 года, финалистка чемпионата мира 2023 года и двукратная чемпионка Казахстана. Моя цель – Олимпиада 2028 года. Я живу в селе Курам, Ембеши-Казахского района. Турнир прошёл отлично. Я провела четыре сложных боя и одержала победу. В будущем моя цель – Олимпиада. Большие надежды болельщики возлагали и на Толганэ Касымхан. В прошлом году она завоевала золото на молодёжном чемпионате мира. Однако в этот раз удача была переменчивой к ней. И спортсменка из Наранхола вернулась с бронзовой медалью. На молодёжном чемпионате я завоевала золото. Я надеялась на первое место. К сожалению, в этот раз я взяла лишь бронзу. Уверена, что в будущем снова стану чемпионкой и смогу переписать свою историю. Напомним, что на чемпионате в Будве казахстанские боксёры завоевали шесть золотых, одну серебряную и десять бронзовых медалей. Всего 17 наград, обеспечив себе первое место в командном зачёте среди 73 стран. На этом завершён очередной выпуск новостей. Всего вам доброго! Субтитры подогнал «Симон»!